Всем привет! Вы на канале Industrial Tool. Меня зовут Андрей. И сегодня я расскажу о новинках ассортимента нашего магазина. И не только нашего магазина, а вообще новинки аксессуаров Макита для кошения травы. В первую очередь, как вы видите, здесь представлены новые лески. Это новые триммерные лески, сделанные во Франции. Сделаны они в форм-факторе Клевер. Что дает этот форм-фактор? Он позволяет уменьшить шум при работе лески. И также это позволяет увеличить продолжительность работы аккумуляторов. Именно эта леска как раз и предназначена для работы с аккумуляторными триммерами. Это прямо обозначено на упаковке. И как вы заметили, леска идет разного цвета. Для чего это сделано? В первую очередь, именно цветом Макита выделяет толщину самой лески. То есть синяя у нас идет 1,65 мм. Зеленая 2 мм. Оранжевая идет 2,4 мм. И красная 2,7 мм. Также в каталоге Макита есть специальная таблица, в которой указано, как по цвету определить, какую траву можно косить. Также у Макиты есть новинка. Это полуавтоматическая катушка. Также эти катушки предназначены для аккумуляторных триммеров. И конкретно предназначены для этих лесок. Чем отличаются эти катушки от, к примеру, вот такой полуавтоматической? Отличаются они тем, что наматывать леску теперь стало намного удобнее. Вот так это выглядит. Она намного больше. Но я вот использую, всегда использовал вот такую катушку. Я давно ее приобрел. Это фирма Ornitoli, Италия. На этой катушке также написано Italian Design. Возможно, это тоже делает фирма Ornitoli. Но здесь уже указано, что сделано в Китае на упаковке. Изначально леска с завода заправлена не по этой технологии автоматической заправки. Она здесь намотана. Давайте покажу, как. Разбирается очень легко. Кстати, вот здесь очень мягкие кнопки. Написано Push. Нажали. Она открылась. Сняли крышку. Внутри у нас идет намотаны две лески вот здесь. Давайте я их размотаю. Видите? Здесь отверстие такое вставлено леской и намотана вот в эту сторону она была. Здесь указано, в какую сторону нужно мотать леску. Причем обе катушки намотаны в одну и ту же сторону. Тоже размотаю. Ну, внутри здесь она, в принципе, разбирается. Но ничего такого интересного здесь вы не увидите. Здесь усиленные металлические такие пластины. Обычно на них сделаны вот на моей катушке такие тоненькие колечки. Колечки маленькие. Здесь прямо сделали усиленные. Но я пробовал доставать, они отсюда не достаются. Пружина. Ну и здесь стандартная посадка M10LH. То есть левая резьба. Давайте ее соберем обратно. Обратно в пустую. И для интереса взвесим, сколько она весит. Пустая катушка весит 312 грамм. Давайте взвесим мою катушку. 193 грамма. Это уже с леской. Это голая у нас 312 грамм. И давайте покажу, как наматывать леску на эту катушку правильно. Вообще, на коробке указана вся инструкция. Но если вы вдруг потеряете ее, или у вас вы купили эту катушку без коробки, не знаю, может быть. В инструкции четко указано. Максимальная толщина лески это 2,7 миллиметров. То есть вот только вот эти предоставленные лески. Тут и, кстати, на коробке написаны, они нарисованы. Как выбрать длину лески, которую можно единоразово, однократно намотать на эту катушку? Здесь есть таблица. То есть 1,6 миллиметров это 6 метров. 2 миллиметра это 4 метра. 2,4 миллиметра 3 метра длиной. И 2,7 миллиметров 2,4 метра длиной. Что нужно сделать? На катушке вы видите здесь две стрелочки. Их нужно совместить путем поворота. Она вот сделана как трещоткой. Повернули, совместили. И теперь находим здесь стрелочку и написано line in. Вот в это отверстие нужно просунуть нашу леску. И она у нас должна выйти с обратной стороны. Если леска не выходит, как вот сейчас, просто она, видите, погнута. Попробуйте какой-нибудь кончик поровнее. Вот она вышла, видите. Теперь выравниваю ее ровно пополам. То есть совмещаем два конца. Вот таким образом. И выравниваем. Выравнили. И можно закручивать. Все, леска у нас заправлена. Также катушки идут сразу с заправленной леской разной толщины. Вот, например, с оранжевой. На коробке сразу указано 2,4 мм. На этой коробке у нас указано 2 мм. Зеленая. И, кстати, размер резьбы, который бывает на катушках, указан также на упаковке. Есть M10 1.25 илаж, самая распространенная. И также есть M8 1.25 илаж. То есть под любой ваш триммер. Также в магазине вы можете приобрести вот такие диски. Про этот диск вы можете посмотреть ролики на моем канале. Как он косит. Это очень хороший диск. Это именно для 365 триммера. Для любых остальных триммеров аккумуляторных. И также есть еще одна новинка. Японский диск. Который подойдет для покоса таких небольших деревьев, порослей. Вот так он выглядит. Вот очень острые здесь зубья. Такой толстый, тяжелый. Написано 10 тысяч оборотов в минуту. Обязательно использовать очки, маску защитную. Такой диск тоже можно приобрести. И этот диск мы протестируем в одном из следующих роликов. Всю эту продукцию вы можете приобрести в городе Белгород. В магазине Искра. По улице Белгородского полка 65. Вход с улицы Первомайский. Ну а на сегодня все. Кому понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok